10 ноября, четверг, коридор затмений. Коридор затмений – это очень важный период трансформации, когда важно отличить правду от лжи и возникающие возможности оценивать адекватно, важно не впадать в иллюзии и самобичевание. Возможно, за этот период вы сделаете огромный рывок, станете увереннее в себе, сильнее духом и действительно чего-то достигнете. Мнения со стороны могут мешать, поэтому это время проверки на то, насколько вы соединены с собой и чувствуете интуицию и сигналы вашего собственного тела. Отбрасывайте страхи и сомнения и смотрите в будущее с ясной головой. Можно послушать притчу, посвященную Раху и Кету, по ссылочке в описании к видео. Она помогает избавиться от иллюзий и посмотреть на все как бы со стороны. Солнышко по дизайну человека находится в 1.6, художник в роли посредника, подобен инструменту, на котором играет сама жизнь. Реализуем через 2.6, погруженность в раздумья, узость взглядов ограничивает вашу способность развиваться, отделение от страха и сомнений необходимо для того, чтобы достигнуть внутренней ясности. Помимо этого, дизайн человека дает такой посыл. Во время перемен ваша приземленность позволяет придерживаться своих принципов. Когда вы творите в разных сферах жизни, вы самым естественным образом очаровываете других, возможно прославиться. Когда вы будете обдумывать, как внедрить свои идеи, вы поймете, что вам нужен объективный взгляд. Вы настолько жили со своей истиной, что она стала осязаемой реальностью, и это производит огромный эффект на других людей. В целом, мечтаем, говорим о душе и создаем нечто уникальное. Верим себе и не слушаем мнение о том, как мы выглядим. Формируем свой собственный стиль, который кому-то может нравиться, кому-то может не нравиться. Каждый имеет право на свое мнение, но каждый индивидуален и должен выражать себя каким-то особенным способом. Важно принимать то, что кому-то он может не нравиться, а кому-то может нравиться. Всем понравиться невозможно. Абсолютная невинность, непривязанность к материальному моменту, центре дня, духовность и любовь. Любовь к людям, к Богу, доверие и направление по жизни в расслабленном состоянии. Ждите, и вас обязательно найдут и возьмут куда надо. Или что-то предложат. Делитесь опытом прошлого, прочитанным из старых книг или услышанным от старых людей. Хороший день для визуализации желаний. Вы можете ощутить, как будто желаемое уже сбылось. Вы можете закрыть глаза, представить картинку вашей идеальной жизни и ощутить это все в теле. Почувствуйте внутри себя свет, в районе сердца почувствуйте солнышко. И это солнышко дает все больше и больше света. Оно выходит за границы вашего тела и светит все дальше. За границы вашей комнаты, за границы вашего дома, за границы вашего города и распространяется на всю планету Земля. И вы можете пожелать, чтобы все живые существа обрели гармонию, покой и благополучие. Важно запомнить эти ощущения. Старайтесь подбадривать других и себя, чтобы продолжать движение вперед. Верьте в свой результат. Ощущайте, как будто он уже есть. Также можно каждый день прописывать в блокнотике под датой, которая сегодняшняя. Можно завтрашнюю, потом написать, послезавтрашнюю ввести. Это столько дней, сколько вам нравится. И написать заголовок. 10 позитивных убеждений. И написать что-то, что вам откликается то, что для вас важно. Вы можете написать «Я люблю и я любима». Вы можете написать «Я уверена в себе и у меня все получается». Вы можете придумать что-то еще, что вам близко, и делать это до того момента, когда к вам придет осознание, что да, действительно все уже получается. При этом это четверг, день Юпитера. День, когда очень важно никого не осуждать и не критиковать. Когда мы начинаем кого-то критиковать, мы цепляем негативную карму этого человека. При этом у человека дела могут улучшиться, а у нас могут ухудшиться. Это очень ясное понимание, почему этого не нужно делать. Особенно женщинам в этот день на табу, на то, чтобы критиковать мужчину. Потому что Юпитер в женском гороскопе показатель мужа, денег и детей. И когда мы пили мужа, мы, получается, забираем его негативную карму, и все вокруг в нашей жизни начинает рушиться. Для женщины, которая находится в легкости, которая вдохновляет мужчину, он способен добыть мамонта. Развиваем щедрость, хорошо заниматься благотворительностью. Деньги любят непривязанность, но важно не путать щедрость с транжирством. Оставляйте чаевые, помогайте людям, которые вам близки. Сделайте что-то приятное для детей, но всегда важен энергообмен. Мы не просто отдаем, мы должны получить что-то взамен. Чтение книг и духовной литературы – благоприятное деление опытом, который может быть применим в жизни, учиться или учить, но не поучать. Очень хорошо по четвергам проявлять помощь и брать покровительство над женщиной, особенно если вы мужчина. Юпитер – это наставничество и покровительство. Когда мужчина помогает женщинам, усиливается его Юпитер, мудрость, удача, и к нему приходит финансовое благополучие. Энергия Юпитера укрепляет тонизирующие травы – ашваканда, солодка, женьшень, астрогал. Также благоприятно кушать орехи, например, миндаль, грецкий орех, кешью, кунжутное семя, льняное семя и любые масла – миндальное, кунжутное, топленое. Лучше всего, чтобы масла имели теплую природу, то есть были горячего отжима. Полезны любые действия, обращенные на благо других людей или предпринятые ради повышения уровня сознания во всем мире и не связанными с принуждением или гневом. Это самый благоприятный день недели для начала новых дел. Благоприятно нанимать работников, намечать встречу с учителем или авторитетным для вас человеком, который уже обладает каким-то опытом, заключать союзы, договора, переезжать или отправляться в дорогу или начинать продолжительное лечение. Хороший день для принятия важных решений. Хорошо заниматься благотворительностью, особенно связанной с детьми и учебными заведениями. Самый благоприятный день для начала любых проектов, связанных с благими намерениями. То есть благое намерение, оно помогает нейтрализовать любые негативные положения дня, хотя в целом день достаточно позитивный. Занимайтесь духовными практиками, медитациями и йогой, читайте молитвы или мантры, следите за чистотой речи. Можно заниматься ораторским искусством, например, читать скороговорки. Одна из самых популярных скороговорок для улучшения речи, она про выдры. В недрах тундры, выдры в гетрах, тырит ведра, ядра кедров. Вот эту скороговорку можно найти в более полном варианте. И для того, чтобы работать над речью, можно вставить в рот карандаш или ручку, проговорить три раза и после этого сказать ее уже без карандаша или ручки. И таким образом речь будет более четкой. Звуки, которые мы произносим, звуки, они будут более чистыми, особенно те, что направлены на буквы В и Р. Не следует стричься и бриться, начинать судебное разбирательство, проявлять гнев, оглашать приговор и приводить его в исполнение, заниматься тяжелым трудом, требующим значительных физических сил, выносливости и стойкости, переносить тяжести, например. Потому что Юпитер, он более духовный, как любой духовный учитель или образ того же Ганеши. У них есть пузико, они не так много занимаются каким-то физическим трудом. То есть этот день для того, чтобы побыть в соединении с собой, понаблюдать за тем, что происходит в мире и помедитировать и успокоиться. Также неблагоприятно в этот день есть мясо или рыбу. Мясо символизируется с принципом насилия-ненасилия. Если человек не ест мясо, это принцип ненасилия. Рыба, она связана с тем, что она замутняет сознание. Поэтому в эти дни лучше всего отказаться от этих продуктов, а также стирать и мыть полы в этот день. Потому что день чистой энергии, и мы наполняемся чистотой. Мы не берем работу с какой-то грязью. И мы стремимся к самым позитивным энергиям Юпитера. Это постоянный здоровый оптимизм, уважение, честность и искренность, непривязанность и независимость от денег, регулярность и последовательность духовной практики, полный отказ от азартных игр, внимательное отношение к своим словам и поступкам, отсутствие критики и осуждения других людей, как в уме, так и в словах. Юпитер находится в 25.1. Любовь. Жить без скрытых мотивов. День искренности. И это 17 лунные сутки. Обретение внутренней свободы. Можно совершать даже необдуманные и неконтролируемые поступки, но только если ваша интуиция не говорит нет. Любые праздники, отдых, веселье в этот день пройдут крайне удачно, принесут радость и доставят много удовольствия. Этот день подходит для встреч, общение, поэтому его нежелательно проводить в одиночестве. Энергетика этого дня способствует притяжению друг к другу родственных душ и просто близких людей. Люди, которых вы встретите сегодня, могут сыграть в вашей жизни очень важную роль. Это не случайные знакомства, это те, с кем вам предстоит долго идти по жизни рядом. Как деловые, так и личные отношения, начало которым положено в этот день, имеют шанс стать серьезными, очень удачными и длительными. Для радости бытия. Избытка плодородия и веселья день очень подходящий. Символ дня, гроздь винограда, колокола, действия экстаз. День богини шакти, великой бесконечной божественной энергии, матери природы, женского начала и означает преобразование женских энергий. Больше смейтесь и делайте то, что доставляет вам радость. 17 лунным днем связана эндокринная система, гипофиз, почки и надпочечники. Полезно принимать мочегонные, кушать продукты, которые выводят большое количество жидкости. Полезны фрукты, овощи и вегетарианский рацион. Хорошо проводить омолаживающие процедуры, сеансы массажа, ароматерапию. День, самый подходящий для того, чтобы найти вторую половинку. День парных энергий. Считается, что когда-то люди были одним целым, соединявшим мужское и женское начало. Из-за битвы полов произошло разделение людей по полу, обрекающие их вечно искать то, что было потеряно. Если вы уже нашли это, проведите день в гармонии с любимым человеком. Сегодня нельзя комплексовать и создавать себе трудности. Это один из самых удачных дней для интимной близости. Половая энергия сублимируется во вселенскую и заряжает и женщину, и мужчину. И можно сделать практику на 17 лунные сутки, которая прикреплена ссылочкой в описании к видео. При этом у нас картину дня дополняет благоприятнейшие созвездия Рахини, которые хорошо для любых начинаний, которые требуют стабильного результата. Начало строительства, сельскохозяйственные работы, например, сажать что-то. Торговые и финансовые дела, свадьба, сексуальная активность, действия, связанные с романтикой, сексуальностью, исцеление и самосовершенствование, исследование природы и путешествия, наведение порядка на материальном плане, покупка одежды, украшения, автомобилей, то, что будет долго приносить радость. Одна из самых благоприятных накшатр для рождения, зачатия, расширения, увеличения бизнеса, увеличения возможностей, увеличения плодов и созидания, день проявления женственности и любви. Сходите на романтический ужин со второй половинкой. Романтические отношения способны привести к серьезному и долгому союзу. Хороший день для общения с мамой и родственниками по материнской линии. Отдайтесь чувствам и слушайте свое сердце. Тратьте как можно больше золотых и серебряных монет, ведь только Рахини возвращает денежки обратно в кошелек. День наслаждений и настройка на день. Я расстаюсь со своим страхом в пасть нищету. Я освобождаюсь от всего, что могло бы помешать мне жить в достатке. Я ценю и развиваю свои способности и находчивость. Я считаю себя человеком, достойным материального благополучия. Моя жизнь наполнена изобилием даров Земли. Я желаю, чтобы этот день прошел у вас как надо. В радости, легкости и великолепии. Не забудьте поставить лайк и подписаться.